Маскина, хренина, Гуччи, Шмуччи, Тед Бейкер. Ну, казалось бы, ну что там, серые обычные спортивки, а нет. Вы, наверное, можете сказать, Аня, если не любишь, нафига ты это купила тогда? Всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Как и обещала, я записываю для вас видео с покупками одежды из Англии. И, конечно же, по старинке все покупочки, которые я вам буду показывать, я буду примерять на себе. Также буду говорить цену каждой покупки. Покупок у меня достаточно много. У меня есть и сумки, и верхняя одежда, и одежда для дома. Так что, если вам интересно посмотреть, что же я прикупила и как же это на мне смотрится, с чем я буду это все носить, то, конечно, оставайтесь и поехали! Если вы смотрите мои видео о покупках одежды, то вы наверняка знаете, что я каждое свое видео начинаю с того, что надето на мне. И сегодня у нас не исключение. Начну с такого классного джимперочка, свитерочка, который я приобрела в магазине Праймар. И, кстати, Праймарк. И, кстати, вы знаете, я вам хочу сказать, что, забегая немножечко вперед, если вы видели видео мое, которое я снимала в Лондоне, я там вам показывала различные магазины, в том числе и Праймарк. Праймарк – это сеть достаточно дешевых магазинов, которая достаточно популярна в Европе. Ее нет у нас в Латвии. Естественно, она есть в Англии, она есть в Германии, по-моему, она есть во Франции и в некоторых других европейских странах, там, в Голландии и так далее. В общем, что я хочу сказать. Когда я была в Лондоне, в Праймарке на Оксфорд-стрит, это просто какой-то Вавилон. Там столько много народу, что, вы знаете, единственный минус шопинга в Праймарке в Лондоне на Оксфорд-стрит – это то, что там абсолютно невозможно ничего примерить. Почему? Потому что там столько много народу, что все кабинки примерочные переполнены, соответственно, очереди там километровые. И когда я закупаюсь в том Праймарке, то я ничего не меряю, что для меня, конечно, большой шок, потому что все, что я покупаю, я покупаю на вскидку. То есть я смотрю на вещь, и не всегда в Праймарке, об этом нужно знать, нужно это учитывать, не всегда там вещи соответствуют, то есть размеры вещей соответствуют реальным размерам. То есть если у вас, допустим, обычно размер S, то покупая вещи в Праймарке, вам может понадобиться М-ка, а иногда даже Л-ка. То есть все нужно вот так вот смотреть. Конечно, в лучшем случае примерить и посмотреть, как это все выглядит на вас. Но так как у меня не было времени, то я большинство вещей абсолютно не примеряла, то есть покупала чисто вот так вот, смотря, прикладывая, так сказать, к себе. То же самое относится к этому свитерочку. Я его не мерила. Если вы видели видео про покупки из Лондона, то вы наверняка его узнали, потому что там я как раз-таки этот свитерочек вам показывала. Но на мое большое счастье он на мне смотрится очень хорошо. Свитер стоил 13 фунтов, так как я сегодня его для вас специально надела. Я сняла бирку, но да, он стоил 13 фунтов. Я постараюсь по возможности называть цену вещей, которые я купила. Очень мне он нравится. Подходит мне сегодня немножечко даже под цвет губ. Он такой красивый, осенний, однотонный. Конечно же, что меня привлекло больше всего, так это V-образный вырез. Я обожаю вот такого рода вырезы, даже немножечко поглубже, потому что на моей фигуре именно такие вырезы смотрятся лучше всего. Красивая вот такая вот деталь, как будто, знаете, какое-то кружево просматривается, проглядывается из-за свитера. Сам свитерок очень нежный, очень приятный к телу и могу я вам сказать, очень-очень, очень теплый. Нравится очень сильно. Повезло, что на мне сел просто как литой и поехали дальше. Вот такая вот толстовка с надписью London. В начале, когда я увидела ее на вешалке, мне показалось, что там написано Лабутен. Я очень люблю толстовки. И в реальной жизни я их ношу постоянно, потому что они удобные, в них ты себя комфортно чувствуешь. И вот эта вот толстовочка мне приглянулась, конечно же, во-первых, своей надписью. Мне нравится город Лондон. Мне очень нравится Лондон, поэтому, когда я увидела эту надпись, у меня сразу глаз к нему потянулся. Стоимость этой толстовки 5 фунтов. Ну и, конечно же, черный цвет с такой вот белой небольшой надписью, мне кажется, в принципе, подойдет под очень много чего. Я его еще не мерила, но в клипе, который я вставлю вам, вы уже посмотрите, как он на мне смотрится. А вот этот свитерок вы уже могли видеть в моем видео «Что старит женщина». Я все-таки не удержалась и решила его надеть. Мне этот свитер приглянулся своим цветом. Очень нежный, конечно же, как обычно, однотонный. Куда же я без однотонных вещей? И еще, в том видео, конечно, этого незаметно, но тут я вам покажу, чем интересен этот свитер, что у него внизу такая вот кружевная оборочка. Смотрится, мне кажется, очень красиво и с джинсами. Знаете, вроде свитер такой простой, но вот эта вот красивая оборочка придает этому свитеру такую легкость, нежность, какую-то воздушность. Очень мне нравится, как это смотрится даже с моими мам джинсами. Мам джинс. Вот, теплый свитер, очень приятный к телу. И тоже, конечно же, так как я уже его надевала, то мне пришлось снять бирки, но, по-моему, если мне память не изменяет, он стоил то ли 14 фунтов, то ли 16. Ну, что-то вот в этом роде. Такой вот яркий розовый свитерок, который висел у них на стенде со скидками, и обошелся он мне, я вам сейчас скажу. Раньше он стоил 10 фунтов, а купила я его за 5 фунтов. Вот. Я его еще тоже, как вы можете понять, бирку не отрезала, то есть я его еще не мерила, но вы увидите, как он на мне смотрится. Мне, конечно, знаете, когда ты не меряешь вещи, это мне напоминает немножко кота в мешке. Не совсем, конечно, потому что еще больше для меня кот в мешке, мне многие спрашивают, покупали ли я вещи онлайн. Я покупала, но стараюсь очень мало покупать вещей онлайн, потому что мне как-то вот хочется все-таки потрогать, как-то примерить, посмотреть, мой цвет, не мой цвет, мой фасон, не мой фасон. И когда ты не меряешь вещи, конечно же, с топами, со свитерами, если вы знаете свой размер, это всегда легче. Я, например, никогда не могу купить штаны, джинсы, не померясь, потому что у меня особенная такая фигура, на которой не все джинсы смотрятся хорошо, но с кофточками и там с платьями гораздо легче обстоят дела. Вот. Так что мне он понравился своим цветом, и по качеству, я смотрю, очень неплохое, никаких ниток не торчит, ничего нигде не вылезает, так что я очень довольна, потому что я, как вы уже, наверное, могли понять, если смотрите мои инстаграм-посты, очень сильно люблю розовый цвет, такой baby pink, потому что он мне понимает настроение, и он меня освежает. Вот это нетипичная, нетипичная вещь для меня, потому что я, как вы знаете, не люблю принты, я не люблю клетку, и ничего такого не люблю. И вы, наверное, можете сказать, Аня, если не любишь, нафига ты это купила тогда? Но понравилась очень моему будущему мужу эта штукенция, и поэтому я ее купила. В принципе, я ее купила для того, чтобы носить ее дома. И она у меня в таком вообще большом размере, размер, наверное, если это перевести в европейский какой-то, 46-й, в общем, он какой-то огромный просто. Но я хотела именно такую, знаете, длинную оверсайз рубашку а-ля платье. Вот не знаю, угадала я, не угадала я, и у меня была такая задумка, когда я его покупала, что было бы неплохо, может быть, смотрелось бы неплохо, если его подпоясать. У меня есть вот такой вот поясок от фирмы H&M, который я покупала здесь уже в Риге, поэтому посмотрим, как смотрится. Также написано, что этот, это рубашенция, значит, Athenist Glamour. В общем, они взяли вдохновение из журнала Glamour. Она лимитированная. То есть даже у Primark, видите, есть какие-то такие лимитированные вещи. Ну, посмотрим, мне очень интересно его примерить. На ощупь очень приятная. То есть если она на мне будет смотреться как-то не алё, то, ну, дома буду носить, потому что она действительно приятная к телу, свободная, поэтому это точно, точно хорошая покупка. Также, если вы смотрели мои видео про покупки, я там очень часто заикалась о том, что в Primark очень классное нижнее бельё. Я там всегда покупаю, извините уж за такие подробности, там трусики, потому что они там стоят очень и очень дёшево, но качество у них достаточно хорошее. Вообще, я там говорила, что нужно выборочно смотреть. Качество иногда бывает какашечное, иногда прям, знаете, такое, что ничуть не хуже Zara, ничуть не хуже H&M и того же самого. Купила себе вот такую вот классную ночножку с единорожкой, всё-таки не удержалась, потому что, ну да, потому что куда же Анюта без единорожек? Тут написано Magical, волшебная единорожка. Мне кажется, она очень миленькая, и буду я спать в такой красивой, приятной, приятной пижамке. Как раз пижамка моя старая уже поизносилась, поэтому купила себе я новую пижамку, которую я прикупила, так как я выхожу замуж. Тут написано... Что тут написано? Team Bright. Команда невесты. Она мне, конечно, понравилась именно из-за своей надписи. Вот. А, не сказала, сколько стоит. Значит, эта рубашенция стоит... Сколько же она стоит? А тут нет даже цены. Тут нет цены, но примерно, мне кажется, она стоит что-то в районе 5 фунтов. Да, наверное, она тоже стоила 5 фунтов, потому что единорожка тоже за 5 фунтов. То есть по 5 фунтов за классные ночнушки с прикольным принтом, почему бы и нет. Также купила вот такую вот маечку за 2 фунта, стоит она 2 фунта, и мне кажется, что знаете, с джинсами иногда, если вы, допустим, надеваете джинсы и какой-нибудь там черный пиджак или черную кожаную куртку, то такой яркий акцент может даже очень хорошо разбавить ваш аутфит, ваш наряд, и почему бы и нет, да, стоила она 2 фунта, нормальная, надеюсь, что будет смотреться тоже хорошо. Посмотрите, какая классная сумка, я когда ее увидела, я просто такая, я хочу эту сумку, и на этой сумке тоже написано, что As Seen in Glamour, то есть взяли они вдохновение из журнала Glamour. Сумка эта стоила 7 фунтов, и это тоже лимитированная коллекция, по-моему, у них там было 2 цвета, синяя и вот такая вот, значит, горчичного цвета. Вы знаете, в этом сезоне горчичный цвет это просто бомба, бомбическая, он очень популярный, и я считаю, что, так как я такой приверженец все-таки тонов более спокойных, конечно, у меня бывают иногда какие-то такие, знаете, прорывы, и вот мне хочется чего-то такого более яркого, что-то как-то поменять, но в основном, если вы смотрели мои видео предыдущие, вы видите, что я люблю серые тона, там, кремовые такие тона, розовые, нежно-розовые, черные, более спокойные. Но я считаю, что вот таким вот аксессуаром очень круто можно разбавить свой наряд, допустим, у вас надето все такое монохромное, допустим, вы все в черном, и вот с такой сумочкой, и будет смотреться очень и очень стильно, потому что яркие акценты, если, конечно, общий наряд выдержан в какой-то одной гамме, ну, может быть, там, максимум 2 цвета, яркие акценты добавляют, мне кажется, добавляют стиля, добавляют какую-то изюминку, и вы знаете, я вам хочу сказать, что была я когда в Англии, и я еще раз хочу сказать, что если вы смотрели мои видео, вы наверняка знаете, что я там ходила по дорогим магазинам и по дешевым магазинам, и хочу я вам сказать, что когда я смотрела всякие там брендовые сумки, Маскина, Хренина, Гуччи, Шмуччи, Тедбейкер, которые стоят по 500 фунтов, я смотрела сумки, которые стоят 1000 фунтов, и 3000 фунтов, и 200 фунтов, и честно я вам хочу сказать, что, что сумка за 500 фунтов, что вот эта сумка за 7 фунтов из Праймарка, качество, в принципе, одно и то же, то есть я была настолько, ну не то, что, знаете, я прям Америку открыла, я всегда об этом знала, что те же самые бренды очень часто пошиваются, это все в Китае, чуть ли не на одном заводе с Праймарком, когда я подержала в руках эти сумки от Тедбейкера, там за 200, за 300, за 500 фунтов, я смотрю, это не кожа, я смотрю, у них где-то торчат нитки, да, модели вроде интересные, и, конечно, Праймарк тоже часто копирует все эти известные модели, но я вам хочу сказать, что качество этой сумки очень достойное, и я уже говорила в своих влогах, что сумки в Праймарках, если покопаться и порыться, можно купить такие классные, откопать интересные модели, которые действительно, ну сезон точно вам прослужат, у меня была сумка, которая послужила мне 2 сезона, все меня спрашивали, где я ее покупала, настолько она была красивая, интересная и качественно сделанная, в общем, за 7 фунтов, там сейчас еще эта бумажка, потому что, как вы видите, я еще ее не надевала, цепочка, которую можно сделать длиннее, то есть ее можно носить как через плечо, так и больше как клатчик такой, в общем, я этой покупкой безумно довольна, и пишите мне в комментариях вообще, как вы относитесь к более дешевым вещам, более дорогим вещам, чему даете предпочтение, кстати, обязательно пишите в комментариях, какая из вещей вам нравится больше всего, напишите, нравится ли вам такая вот сумочка с магазина Гламур, потому что мне она, ну вы уже, наверное, поняли, сумочка, в общем, еще сумочка, я купила там 3 сумки всего, фраймарки, вот такая вот мохнатик такой, и мне она понравилась именно тем, что она такая вот мохнатая, пушистенькая, черная, через плечо ее можно надевать, то есть это такая crossbody bag, сейчас скажу вам, сколько она стоит, стоит такая сумочка 9 фунтов, 9 фунтов, по качеству я смотрю очень неплохо, и в зале такие сумки стоят порядка 50 евро, на заклепке, внутри бумажка, давайте я ее вытащу, в общем, там одно отделение и небольшой кармашек для того, чтобы положить телефон, кармашек на молнии, в общем, мне эта сумочка понравилась на зиму, когда, конечно, не идет снег и не идет дождь, потому что мне кажется, что если будет снег и дождь, то вся эта мягкота, вся эта пушистость может превратиться в какую-то некрасивую каку, но в принципе сама сумочка, мне кажется, выглядит очень стильно, и мне прям хочется, знаете, так ее теребенить, и еще одну сумочку, сейчас вам покажу, вот еще одна сумка, которую, кстати, я уже таскала, я ее брала с собой в аэропорт, потому что нужно было что-то побольше, более вместительное, тоже она мне очень понравилась, по-моему, она стоила то ли 12 фунтов, то ли 10 фунтов, что-то в этом роде, мне кажется, что за свою цену она очень и очень достойно смотрится, черная, классическая, здесь есть отделение, внутри есть огромное отделение, а, там даже цена есть, по-моему, а, нет, это не эта цена, внутри большое отделение, также кармашек на молнии, и да, сделала она тоже очень неплохо, и мне кажется, что когда мне нужно будет там выйти в город и взять с собой побольше вещей или какие-то документы, в нее даже влезает мой большой макбук, я даже не ожидала, что в такую сумку, потому что, да, она вместительная, но он не выглядит прям огромной, но да, в нее влезает макбук, и это, конечно, круто, потому что в последнее время у меня все сумочки такие более маленькие, иногда бывает так, что я, знаете, накуплю чего-нибудь, потом иду как кошелка с маленькой сумкой, но зато там 500 пакетов, а в эту сумку влезет много чего, поэтому если я буду ходить на шопинг, то буду брать, скорее всего, скорее всего, буду брать ее. Но сейчас я вам покажу еще парочку вещей, купила я себе такие вот sweatpants, то есть, ну, спортивки. Говорила тоже во влоге, что хочу купить спортивки серого цвета, и вот я их купила в спортивном магазине, который, по-моему, называется то ли спорт экспресс, то ли как-то так. Вот, это цена у него, они, кстати, были по скидке, по-моему, они стоили что-то в районе 40 фунтов, а я их, по-моему, купила за 20 или как-то так. Вообще, обожаю вот такие вот толстовки и вот такие вот спортивки, особенно серого цвета. У меня есть уже одни такие спортивки от Биг Бока, кстати, у нас раньше была фирма Биг Бок, которая почему-то, я не знаю, то ли она обанкротилась, то ли что, у нас больше нет в Латвии этой фирмы, но она мне очень нравилась. И тем, что нам Биг Бок уже, наверное, лет 5, и они уже, знаете, такие затертые, я все никак себе не могла найти именно такие спортивки, которые вот мне подошли бы, потому что вроде бы, ну, казалось бы, ну, что там, серые обычные спортивки, а нет, я очень придирчивая. И да, в инстаграм-посте где-то я говорила о том, что я обожаю их носить, и носила бы всегда и везде, потому что они настолько удобные, настолько просторные, я всегда, когда путешествую в самолете, всегда ношу вот именно такие спортивки, потому что это беспроигрышный вариант. Конечно, я уже эту куртку носила, вы уже могли видеть ее во влогах, но все-таки решила вам ее показать, потому что это именно то, что я купила в Лондоне, фирма этой парки, New Look. Мне эта парка приглянула своим серым цветом, потому что парка у меня два сезона назад была такая цвета хаки, зеленая, более классический цвет у нее был, но вообще, если вы меня знаете, вы знаете, что Анюточка обожает серый цвет. Ну и, конечно же, эта парка не могла остаться мною незамеченной. Она очень теплая, сейчас у нас у нас латвей сейчас уже прохладно, плюс 6, плюс 5 градусов, и вы знаете, вот эта парочка сверху на свитерок, это самое то. Очень приятная у нее такая плюшевая начинка, хотела сказать. В общем, плюшка такая внутри, очень классная куртка, пак, смотрится очень стильно, многие спрашивали, где ее покупала. Стоила она, по-моему, 70 или 80 евро, если переводить на евро, если я не ошибаюсь, но в районе. И, как я уже сказала, фирма New Look, насколько я знаю, в Латвии у нас фирма New Look не представлена. Вот и все, я вам показала, что я купила. Нижнее белье, я думаю, вам показывать не стоит, потому что тоже будет слишком много информации. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, поддержите мне вашим пальчиком вверх, я буду знать, что вам это видео понравилось. Таким образом, вы меня поддержите, и, конечно же, мне будет безумно приятно. Если оно вам не понравилось, конечно же, также можете поставить мне и дизлайк. Как хотите, так и оценивайте. Спасибо большое, что посмотрели это длинное видео. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я там делаю живые трансляции, я там снимаю инстаграм-сторис, позже фотографии, буквально каждый день, так что не пропускайте мои инстаграм-сторис. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео от меня, потому что колокольчиком вы себя обезопасите, соответственно, ну в чем обезопасите? Сразу увидите, что я запустила новое видео в сеть. Подписывайтесь на мой канал, потому что в скором видео буду снимать интересные видео со свадебными примерками и все в таком роде. Ну и, конечно же, как обычно, я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения, и мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Ребята, я такая хозяюшка-хозяюшка, что приготовила себе лапшу быстрого приготовления. Давно ее не ела, но что-то сегодня прям жутко захотелось. Прям Роллтона, Роллтона мне побольше. Зашла я в магазин косметики и не удержалась, купила косметику. Так что я думаю, что скоро сниму видео о покупках косметики, потому что у меня очень много чего и достаточно бюджетные продукты. Субтитры сделал DimaTorzok